Нет, я не люблю лепить пельмешки. Я есть их не люблю и лепить их не люблю. Оп. Оп. Почему не видно вопросов? Мне видны все вопросы. Я ленивая, да. У меня не было, по-моему, моего любимого предмета в школе. Как-то. Зато я не вру, да. Я настолько ленива, что мне легче сделать что-то один раз, чтобы никогда не переделывать это. Ну давайте все-таки как-то игнорировать слово кумир. Я украинка и родилась в Украине. Нет, это глаза. Я бы уже, честно говоря, не очень хотела посидеть в каком-то жюри. Да-да, я занимаюсь привет этой глупостью, да. Я, друзья мои, невероятно глупо со стороны выгляжу. Я разговариваю со своей протянутой рукой. Я не так давно очень хорошо отдохнула. Я, друзья мои, ровно в 8 часов вечера спою хорошо, красиво в микрофон под фонограмму, как вы любите. Я жду вопросов, на которые мне будет интересно отвечать. Европа плюс. На Европе плюс. Обожаю фанеру. Как бы я без нее жила. Я ем хорошую еду, вкусную еду я ем очень. Я, честно говоря, но я всегда что-то мурлычу себе под нос, да. Нет, я вам никогда не покажу, как я делаю прическу, потому что это, ну, в этом есть элемент какого-то волшебства, и все-таки я уверена в том, что что-то должно оставаться за кулисами. Есть такая фраза удивительная. Боссе человека, который прочитал в своей жизни одну книгу. То же самое относится к артистам. Ну, нельзя любить какого-то одного артиста. Я занимаюсь зарядкой дома, спортом. Я не очень хорошо, ну, не очень. Спорт – это что-то профессиональное. Я так в планочке постоять. Моя самая любимая книга – это, ну, это банально достаточно, это «Мастера Маргариты Булгакова», потому что это первая взрослая книга, которую я прочитала в детстве. И каждый раз, когда я ее перечитывала, я открывала в ней что-то для себя новое. Такая многослойная вещь. Вообще еще мои, конечно. Как вы думаете, какой мой любимый цвет? Какой мой любимый цвет, как вы думаете? Я очень люблю свои песни, да. Я очень люблю. У меня был период, когда мне было, ну, не то чтобы, даже чуть-чуть, что ли, неловко. Ну, я не знаю, как это правильно передать. Но на самом деле я очень люблю все свои песни. С «Луни Бэнд» мы всегда будем работать и дружить. Я из города Ужгорода родом. Я родилась в Ужгороде. Нет, это свои глаза. Свои. А, рука уже болит. У меня есть черная помада, конечно же, матовая, черная. Но ее, правда, очень пугаются люди. У меня есть огромное количество очень странной, яркой косметики, но... Она не всем так нравится, как мне. Слушай, ну, какие есть. Какие есть друзья? Только время есть на дайте. Ты в эфире? Я не буду составлять плейлист. Ну, тогда так. Наугад. Сердечки, сердечки, я не смотрю. Сердечки, сердечки, сердечки. По мне сердечки. Сердечки в голову. Какие эти кривучки свои. Ну, о чем вы говорите? Черное с белым, черное с красным, красное с красным. Хрень у вас в голове. О, я, по-моему, нахамила кому-то случайно. Я не хотела, не хотела. Нет, нет, что вы. Вы все умнички и молодечки. Я на Европе плюс, хорошая моя. Я на Европе плюс. Нет. Я пою всегда. Я так себе. Я не добрая. Нет, я не очень добрая. Ну, честно. Передам. У меня садится телефон. Я человек. Я человек. На вопрос, ты кто? Вы придурки. Да, я всегда хотела опять стать певицей, честно. Спасибо. Я все свои песни люблю. Я на Европе... Бляха, муха, ребята. Ну, что же вы как-то... Я не знаю, что. Я не всегда, конечно, веселая. Я бываю... Но у меня сегодня, кстати, так себе настроение. Ну, как, между нами совсем ужасно. Найти какую-то розеточку. С самого начала я пою. Дождитесь восьми часов вечера. Я обязательно спою в эфире Европа плюс. Три тысячи народу у нас, представляете себе? Удивительно просто. Зачем вам это надо? А мне зачем? Что я делаю? Зачем вам это надо? Я, кстати, очень не люблю петь без сопровождения. Это так всегда... Знаете откуда? Это еще из детства, с садика, когда тебя ставили на табуреточку и заставляли петь. Я не очень это люблю, честно. Сами вы дураки. Я ничего вам не могу посоветовать. Никто вам ничего не сможет посоветовать. Делайте свои ошибки, учитесь на них. Но, пожалуй, это единственное. Нет, у меня нет музыкального образования. Никакого ни среднего, ни высшего тем более. Я читаю, читаю. Я ваши вопросы читаю. Секрет счастья. Если вы правда думаете, что в перископе можно ответить на этот вопрос? Ты либо счастливый человек, либо нет. И у этого нет никаких секретов. То есть это самая доступная вещь на свете. Прослушивание ко мне? А зачем? Куда? В смысле, чтобы что? В качестве чего? Это глаза мои натуральные. Секрет красоты? А что такое красота вообще по-вашему? Настолько субъективная вещь. Свет, чтобы здесь было, это самое главное. На мой взгляд. Любовь нет. Нередкая вещь. Не мешаю. Это свои глаза, чуваки. Ну, правда. Хотя тут просто освещение такое выгодное. Я жду, 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 жду вопроса нормального. Отрицательные. Какие отрицательные качества в себе я бы хотела исправить? Я бы хотела быть менее ленивой. Но мне так ленит исправлять. К Оле на концерт. В Москве я обязательно приду. Что-то там про соперника было. Повторите вопрос про соперника? А как я стала знаменитой? Я не помню, чуваки. Я, ну, как бы, я в смысле не заметила. Как-то так спонтанно все произошло. И я такая, вау, вау, чуваки. У меня не линзы. Но спасибо. Спасибо. Не хотела бы я вернуться в прошлое. Нет. Нет, у меня нет соперников. Я никому не соперник. Меня иногда обижали в школе, да. Это интересный опыт. Да, у меня чуть было. Но это глупости все. Как я отношусь к ботоксу и пластике? Честно вам скажу, к ботоксу я достаточно отрицательно отношусь, потому что он парализует. Это парализант. К пластике есть вынужденная пластика. Когда это мера необходимости после аварии или после какого-то хирургического вмешательства. Я считаю, что она уместна. Во всем важна мера. Поэтому я из Ужгорода. С обидами в школе, как я справлялась, все проходит. Я никак не справлялась, но вроде сейчас у меня все не так-то и плохо. Поэтому можно уже и перестать обижаться. Я не занималась профессиональным вокалом, друзья. Сравнительно недавно, около года назад, я взяла несколько очень интересных уроков вокала у удивительной женщины. Но на тот момент я уже достаточно неплохо самостоятельно справлялась. Я на радио. Ой, спасибо, вы уже начинаете за меня отвечать. Очень много перспективных звезд, будущих артистов, в смысле. Очень много. И я этому очень рада, потому что молодежь очень активно подрастает. И у них у всех очень неплохо со вкусом. И они все стремятся петь вживую и борются за качество. Это очень круто. Я не живу жизнь шоу-бизнеса, понимаете, в чем дело. Поэтому я не знаю. Я сейчас не кокетничаю. Я живу очень простую, спокойную, размеренную жизнь. И иногда хожу на работу. Ну, просто у меня такая работа интересная. Мы здороваемся с Тимати. Ну, мы не общаемся прям вот. Прямо общаемся, но он меня узнает. Я уже отвечала на этот вопрос. Я бы, наверное, стала неплохим визажистом. Без фанеры никак, вы же помните. Запомните, пожалуйста. Если вы забудете, я набью себе такую татуировку на спине. Без фанеры никак. Дождитесь восьми. Дождитесь восьми. Дождитесь восьми часов. Вечер. Я все. Нас Маркес познакомила с Мироном. Они хорошо общаются. Вот. У меня был сложный период, когда я не понимала, зачем я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Да, это было... Но это было тоже интересно. Это все, короче, это очень интересный опыт. И вообще задуматься о том, кто ты, что ты и зачем, это очень полезно. И тем не менее, как видите, все случилось. Я так себе училась в школе, друзья мои. Это не очень, наверное, правильно, то, что я вам сейчас говорю. Дэви, а есть у тебя зарядка? Сейчас посмотрю. Сейчас посмотри. Я, наверное, разговариваю с акцентом. Я не очень слышу. Но... Я. 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 Продолжение следует...